Привет, друзья! Я Григорий Герман, и это Скальпель. Наш инструмент в информационной войне, с помощью которого мы срезаем с глубоко больного тела Российской Федерации гниющую плоть иллюзий и обмана, чтобы мы все увидели самую суть происходящего в стране, победившего путинизма. Стране, развязавшей агрессивную войну извне, развязавшей репрессии внутри и связавшей свою судьбу с одним мелким мерзавцем, который теперь держит ее в заложниках, совершая одну ошибку за другой, между прочим. Бесконечной череде решений, оттягивающих его личный конец. Нагромождая одну ложь на другую, одну фикцию на другую, выстраивая здание, которое в новых условиях, условиях войны, рухнет в один момент. Рухнет, ребята! Путинская власть рухнет без сомнения. Россия, как государство в нынешних границах, скорее всего. И все эти шаманские танцы, которые танцует кремлевский недомерок со своими дедами-колдунами, парадоксальным образом одновременно отодвигают первый вариант и делают все более неизбежным вариант второй. То есть, чем дольше на стенах в кабинетах висит портрет Путина, тем вероятнее становится вариант, что вместе с портретом из этих кабинетов вынесут еще и российский триколор, заменив его какими-то, не знаю, новыми флагами новых государств. Это реально. Это как зыбучий песок. Чем больше Владимир Владимирович Дорогой совершает телодвижений, тем больше Россию затягивает в вариант реальности «Третий развал». Карту Буданова, помните? Вот этот вариант, может быть, не такой драматичный, он на самом деле все ближе. Пока Путин тасует колоду чиновников, пока он играет с экономикой в игру веселые доярки, когда первый, кто первый выдает корову, корову изображает обычно резиновая перчатка, да, с водой и дырочками в пальцах, да, вот тот и победитель. Ну, вы что, на корпоративах никогда в такое не развлекались? Нет? Ну, ребят, ну, вспоминайте, да. Так вот, пока Путин задумывает и реализовывает с бригадой высших чиновников операцию «Топинамбур», что бы он ни делал, карта Буданова, она все реальнее. Сегодня мы обсудим некоторые из этих лихорадочных телодвижений, так что заваривайте чайок, берите печеньки и не забудьте варенье из «Топинамбура». Хит сезона, говорят. Потому что многие перед визитом вассала к Сюзерену, то есть Путина к Си Цзиньпиню, предполагали, что там будет обсуждаться там «Сила Сибири-2», военное сотрудничество, совместное усилие по обходу американских санкций. Но, судя по итогам визита, геополитический гений опять всех обхитрил, обманул, надул, понимаете, наигорил. Все вышеперечисленное было всего лишь обманкой, ложными целями, как и то, что он потащил с собой в Пекин пол Москвы. Туман войны, из которого, как черт из табакерки, выскочила главная цель – Топинамбур российский. Кстати, вы когда-нибудь видели Топинамбур? Вот он. Вот. А, красавец какой, а? Вот она, новая сила России. Ну, теперь-то Раисюшка рванет вперед, обгоняя Японию по ВВП. Держись, Штаты! Пропустили вы, лошпеты, новый зеленый скачок! Плевать на нефть, Россию спасет Топинамбур, за который Китай готов отдать исподние. Но это не точно. Ну, а че, нет? Ну, серьезно. Ну, не мог же Путин, великий и всесильный, прогадить в Пекине у лучшего друга на все времена верного товарища, вообще все полимеры. Свозить за 3-9 земель весь свой дрем-тим и привести оттуда договор о Топинамбуре и хрящах, думу о земле больших кошек и план, как нам реорганизовать остров Большой Уссурийский. Да вы че, нацпредатели, в каземат захотели? Он и ехал за Топинамбуром. А значит, это еще одна победа великого российского президента. Конечно, там было еще много неозвученного, но вот у Владимира Мартыненко есть убеждение, что это были вовсе не договоренности о поставках вооружений и технологий, так необходимых России в новой гонке вооружений. А что-то намного более личное. Личное для Путина. Мне кажется, что и поездка Путина в Китай, она в том числе отчистки, повязана и с возможностью найти в Китае убежище. Спрятаться там, а там пусть в Кремле попробуют какого-то из двойников рассказать, что вот этот вот он. И там, в принципе, все восемь или сколько там их, все придется порасставлять по одной виселице, расставлять просто по цвету веревочек, рассказывать, что вот это один, это второй и все остальное. Поэтому определить, кто из них настоящий, все равно же никто не сможет. Поэтому я думаю, что обсуждение личной безопасности после возможного бунта, это в том числе будет одна из тем российского президента при поездке в Китай. Ну подождите, ну стойте, ну не хмыкайте иронично. Вы просто подумайте, неужели великий гроссмейстер внутренних и геополитических игрищ не продумывает для себя запасной аэродромчик? Ну неужели он готов вот лицом встретить возможную бурю и отрезав себе все пути отступления, сжегши все мосты, биться до последнего на пороге своего кабинета? Мы же об одном Путине говорим. О том самом Путине, который с такой скоростью чкурнул из Москвы при приближении вагнеров, что аж взлетка вздымилась, да, и задымилась. Ну вот Китай это по сути единственное место в мире, откуда его не выдадут в Гаагу. Так что думаю, эти гарантии Путин как раз получил. А вот с другими все намного сложнее оказалось. В смысле их нет. И нет самой главной. Если вдруг так случится, что Россия окажется на грани поражения в войне, Китай будет спасать верного союзника? Не лично Путина, а всю Россию, всю систему. Россию в ее нынешнем состоянии. Есть вопросы. Я не думаю. Вот если вы спрашиваете мое мнение, спасать его не будет, если почувствовать, что Путину конец, его режиму конец. он будет все равно поддерживать до того момента, пока это возможно. То есть понятно, что очертя голову, Китай не кинется в этот конфликт для того, чтобы не угробить все то, что там создавалось десятилетием в самом Китае. И опять же, что значит поддерживать? Тут и гадать не стоит, тут все на поверхности. Просто смотрим, как Китай сейчас поддерживает Россию, получая от этого максимальный профиль. Можно сколько угодно бить себе мозолистыми пятками в грудь, распевая русский с китайцем братья навек. Но братство это явно братство по расчету. Ну, во всяком случае, для Китая. Российские бизнесмены, которые платежи провести не могут вот сейчас, не дадут соврать. Да, братство-братство. Красная дорожка, кортеж, все дела пыр-растопыр. Но платежи-то на стопе. И китайский банковский комплайнс не дремлет, проверяя каждую запятую в русских контрактах, а чаще всего рубая их на входе. Ну, чтобы не проверять каждую запятую. И снова надо искать вот эти обходные пути, которые далеко не две копейки стоят. И это, ребята, только начало. Потому что вторичные санкции, животворящие, еще только начали проливаться на китайскую финансовую систему. Это пока еще Запад в лице демократов ведет себя лайтовенько, стараясь сделать так, чтобы и овцы были сыты, и волки целы. Стараясь сохранить призрак того вот старого мира, который строился на взаимной выгоде. Но этот призрак, он все тоньше и прозрачнее. А значит, санкции вторичные, они будут жестче. И рано или поздно Китай придет к единственно правильному разговору со своим пляшивым вассалом. В то же время, ну, надавить на Россию и сказать, слушай, давай уже там хорош, назначай вот этих, которых мы тебе привезем. И давайте, в принципе, там заканчивайте вот это все блуждание. Непонятно куда, хватит уничтожать уже наших, тех, кого мы будем потом тут забирать к себе на работу. Уже хорош, потому что полезные ископаемые добывать скоро будет некому. И давайте уже там, ребят, сворачивайтесь. Хватит уже там рассказывать о каких-то целях СВО вашей. Уже давайте начинать выполнять условия. При этом, конечно же, Россия будет пытаться показать Китаю о том, что у них вот есть вот свое видение, своя конструкция, как бы они хотели в этот момент полузнуться. А разговор, сам по себе разговор о том, что у России есть какие-то видения, какие-то планы, на что-то они согласны, говорит уже сам по себе о том, что у россиян не так все хорошо идет, как они пытаются это показать, нежели в миру и своему внутреннему информационному потребительству. Если бы все шло хорошо, никто ни о каких переговорах речи бы не вел. И о том, что в России все далеко не так шоколадно, как это изображают для глупых, глубинных ваньманий разномастные пропагандисты, об этом же знают на самом деле не только в Кремле, но и в Китае. И им в Китае совсем не улыбается наглотаться воды вместе с этим утопающим. Вы же знаете, да, что в процессе спасения утопающего, в случае, если утопающий рефлекторно пытается вас притопить, обнять, лишить вас движения, вы должны изо всех сил оттолкнуть утопающего, пусть сам идет на дно. Цинично, но это реально так. Пусть сам тонет. Вот так и тут. Ну, разве что напоследок еще грабануть так чисто по-китайски, и все. Вам бы, вам бы, вам бы, вам бы всем на дно. А что всплывет, опять же таки, подгрести. Но вот уж точно не идти на дно вместе со своим безумным партнером. Китай становится перед рубежом того, где ему надо уже принимать решение, где затягивать уже в принципе не получится, потому что по принципу молчаливого согласия его тихонько засчитают потом в лагерь проигрывающей и провалившейся России. И Китаю это, конечно, не нужно. Поэтому Китай будет точно так же выходить на эту площадку. В каком формате, насколько представлять свою страну, кто там будет. Мы это все увидим, но Китай точно не будет залазить в глупости, в непредсказуемость и в непонимание того, чем будет дальше двигаться и развиваться, чем он дальше будет играть. И на самом деле для Китая это возможность возобновить взаимоотношения с цивилизованным миром, которые, давайте прямо говорить, начинают становиться на жесткую паузу. И я вот честно не знаю, насколько длинным будет этот процесс, вот этот процесс постановки отношений с Китаем на паузу у Запада, но то, что он будет идти, я на данный момент практически уверен. Скорее всего, он будет крайне медленным и крайне нелинейным. Но он будет идти. Я, честно говоря, думаю, что он никогда не будет завершен, потому что полностью разрывать отношения с Китаем ни для кого не выгодно. Ну, мы живем не в том мире и не в те времена для изоляции. Да и Китай не тот, что примал. Китай не строит осажденную крепость. Китай строит Жен Лей Мин Юнь Гун Тити, простите, тем не менее китайский. Сообщество единой судьбы. Некий единый мир взаимовыгодного сотрудничества, а не давайте убьем всех капиталистов и будем пить из их черепов дармовое пиво. Кстати, вот в этом концепте есть отдельной строкой отказ от войны и от политики силы. Что уже само по себе утопия, но тем не менее. Смотрите, я не говорю сейчас, что Китай белый и пушистый и совсем не хочет долбануть по Тайваню. Я о том, что Китай это всегда меньше про войну, больше про торговлю. Китай имеет старые кровавые обиды на Запад, но это никогда не мешало Китаю с этим Западом торговать и за счет белых лаваев строить свое благополучие. До сих пор российская агрессия была Китаю выгодна, но, возможно, эти времена подходят к концу. Так ли это станет ясно в Швейцарии? Ну или мы начнем это понимать после Швейцарии. Пошлет Китай своего представителя на саммит или нет? Если пошлет, то значит идет трек переговорный как минимум между Россией и Китаем, ну и там как-то дальше. Если не пошлет, значит, визит Путина, который должен вот-вот в Пекин произойти, значит, Путин там заортачился и сказал, ну нет, такое меня не устраивает. Я уверен, что Си, прокатившись по Европе, как раз ему конкретно привезет план, по которому он должен уже, как говорится, завязывать. И тут важно тоже понимать, что окончание войны в данном случае означает окончание этой фазы войны. Извините, если вы хотели услышать что-то другое. Ни Китай, ни США, ни Великобритания, никто из них не будет сносить Путина или начинать войну против России, чтобы повезить там китайские, американские, британские, любые другие флаги над обгоревшим Кремлем. А Путин войну не остановит. Он ее может приостановить. Приостановить, чтобы накопить силы, чтобы еще наштамповать железо, чтобы затянуть пояса на россиянах, поскрести по сусекам в разных областях экономики и просто областях и федеральных округах, Путин готов вступить в новую холодную войну с проклятым Западом. А для этого ему нужно повысить эффективность использования всех этих безумных абсолютно процентов ВВП, которые он тратит на войну. И для этого Путину нужны комиссары. За последние годы в новом качестве вице-премьер он серьезно высказался по поводу регулирования бизнеса, изъятия доходов бизнеса на нужды государства за приоритет государственной сферы. Ну и как-то сложилось о нем представление как о комиссаре таком. Видимо, как я это себе понимаю, его назначение связано с тем, что Путин для себя внутренне решил включиться в гонку вооружений, потому что цели его долгосрочны. И нет, короткосрочны, потому что нужно действительно в текущем моменте наладить взаимодействие военным ведомств СВПК с системой, потребности так называемой СВО. Они понуждают к серьезному инвестированию, к серьезному организации работы в системе военно-промышленного комплекса. Нужно радикально увеличить, существенно увеличить производство средств, боеприпасов, непосредственно вооружений. И явно эти задачи не мог выполнять прежнее министерство в лице Шойгу и его окружения. Конечно, здесь есть и коррупционная составляющая, она никуда не денется, но эффективность использования государственных средств, а бюджет существенно возрос до 6,5-7%, только официально выделяется российского ВВП погоду. Ну, это очень много. не говоря, уже есть еще и косвенные расходы на войну, которые несут на все регионы и так далее. То есть, все это требует управления финансовыми, управления экономической сферой внутри Министерства вооружений. Я думаю, роль Белоусова, в отличие от Шойгу, она будет больше сконцентрирована на организации именно этого направления, этой сферы. Войны вопросы будут жестче отведены в сторону Генштаба и руководства так называемого СВО в лице генерала Герасимова. И тут нельзя, мне кажется, не отметить, что в новую гонку вооружений Путин заходит с таких козырей, что руки не гнутся. Я просто напомню, что в СССР в конце 80-х 16% расходов бюджета тратилось на оборону. Около 15% валового национального продукта. А Путин заходит с более чем 30% бюджета. Правда, по части ВВП все не так фестивально, не 15, но уже 8% или около того. Но все равно 8% ВВП тоже прекрасно. Больной перед смертью потел? Да, очень хорошо. Очень. Из этой оперы. Дмитрий Федорович в аду доволен. Дмитрий Федорович Устинов, министр обороны СССР с 76-го по 84-й года. Тот, который нарастил ВПК СССР, тот, который изготовил все то железо, которым сейчас Россия воюет, снял его с консервации, при котором советская оборонка расцвела, как омела на дереве, при этом угробив само дерево. Прекрасный план, надежный, как часы углического часового завода. И это без учета того, что при Устинове расхитителей социалистической собственности было, ну, явно меньше, чем сейчас в России. Вот только не надо вот тут мне строить умное лицо и говорить, что вот придет благородный и чистый сердцем барин, нужно имя подставить, поборят всю коррупцию, поборят, как партконтроли оба ХСС вместе взятые. Да, верю, вот здесь верю, да. Понимаете, коррупция в России не является компроматом. В России не идет борьба с коррупцией, в России идет борьба за коррупцию, за места в этой коррупции, потому что доходы, как говорится, чудовищные, да, чтобы от них отказываться. И вот эта борьба за коррупцию, она должна вестись по определенным правилам. И кланы борются между собой жесточенно вот за эту борьбу за коррупцию, да, и друг друг подставляют. И поэтому некоторые шаги вот этой борьбы за коррупцию, они обретают характер вроде бы как-то значит, борьбы с коррупцией. Но это только видимая часть айсберга. На самом деле это борьба за распределение финансовых ресурсов, бюджеты, кадры, которые контролируют это все и так далее и тому подобное. Кстати, я тут краем уха где-то услышал, ну, или краем глаза где-то прочитал, что у Беноусова-то обнаружилась жена миллионерша и сын по локоть в господрядах. Вот так вот. Вы о таком слышали? Не слышали? Ну, может, мне привиделось, хотя думаю, вряд ли. Думаю, это пока. Пока по-серьезному копать не начали. У него-то ведь всего пару недель, как там Скобеева качественно очень сформулировала. Сейчас посмотрим. Ну, главная сенсация, конечно, новый российский министр обороны. Путин предложил исполняющего обязанности первого вице-премьера, доктора экономических наук Андрея Белоусова. Ученый-экономист, технократ, настоящий патриот, трудоголик абсолютно чуждой коррупции. Такая репутация у Белоусова не только в отечественном, но и в западном информационном пространстве. Судя по всему, назначение стало сюрпризом и для самого Белоусова. Слышно, как по пути на заседание профильного комитета Совета Федерации он говорит председателю Верхней Палаты Парламента Матвиенко, да, конечно, жизнь пошла другим путем. Да, 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 вот, да. На самом деле настолько другим путем, что мама не горит. Вы отдаете себе отчет, что для Белоусова назначение его на миннападение РФ это на самом деле понижение. Притом со ссылкой в чумной барак. Я думаю, у него благородная седина неестественным образом зашевелилась, когда он об этом узнал. Потому что Клоака, имя которой МОРФ это братцы даже не Авгеевы Конюшни. Потому что вот те Авгеевы гражданин Геракл Зевсович смог вычистить, правда, изменив русло реки, то есть, по сути, создав экологическую катастрофу. Ну, вы представляете себе, как обрадовались жители деревень на берегах рек Алфей и Пеней, когда в один день и вода исчезла, потому что Геракл плотину построил и воду направил в Конюшню. Нет реки, нет воды, нет рыбы, голод, жажда, экологическая катастрофа в древнегреческом масштабе, следующая станция нищета, смерть, переселение. Вот так и тут, только Авгеевы Конюшни по сравнению с комплексом зданий на Фрунзенской набережной это, ребят, операционная, где и убирать-то нечего. Правда, правда, знающие люди утверждают, что есть некие тонкие нюансы воровства. Во-первых, коррупцию как таковой, никто не преодолеет и никто и не ставит перед ним такой задачей. Коррупция была, есть и останется. Она должна быть упорядочена, раз. Второе, она должна быть под контролем, два. Третье, повысить эффективность. Ну, хорошо, вы украли 50%, но остальные до 50% используйте эффективно. Сделайте так, чтобы они принесли искомый результат. Большой этого не было вообще. Мы честны, деньги просто разворовывались, а зачастую просто списывались, а зачастую просто значит, все это делалось так, чтобы, грубо говоря, знаете как, воруй с доходов, а не с убытков. Эти умудрялись воровать даже с убытков. Понимаете? И это, конечно, начало раздражать. Вот эта вся серия преследований из команды Шойгу лиц, ну, сейчас Тимура Иванова, сегодня какого-то кадровика, генерала Кузнецова взяли, там, я думаю, другие посадки будут, а вот там чуть ниже чины, так сказать, полковники взятые. Вот и все отражение этой ситуации. Это, конечно, благородная миссия, которую наверняка с восторгом воспримут все зет-патриоты, которые с зимы 2023 года, приговаривая Шойгу, где снаряды, втыкали в куклу тугинского маршала иголки под портретом Пригожина, но это не точно. Просто давайте все вместе повторим вот это, посмакуем. Теперь в Минобороны будут воровать с прибылей, а не с убытков. Как-то не очень оптимистично звучит, правда? Ну, как для зет-патриотов. То есть воровать-то не перестанут. И что-то мне подсказывает, что и меньше воровать тоже не перестанут. Потому что по традиции в России воруют меньше в армии на поставках только тогда, когда над каждым висит комиссар и особист, которые идейные, которые и во сне, и наяву за коммунизм пасть порвут. И для которых Родина это нечто большее, чем место для обелечивания лохов. Много вы таких знаете в ФСБ? Вообще, много вы таких знаете в российской власти? Ну, вот тут и оно. А самый интересный следующий вопрос. А как вы думаете, вот те, кто сейчас в Минобороны РФ генерирует все вот эти вот маленькие ручеечки, и баблища, которые сливаются потом в реки шириной в Волгу у села Ундоры? Она там в 40 километров водной глади шириной. Так вот, вот они готовы воровать меньше? Вот сказать своей семье, о, нет, у нас убытки пошли, воровать никак нельзя, затягиваем пояса Гуччи. Я думаю, что не очень. Вот вы верите, что они, почувствовавшие запах таких денег, что даже для России это ёханый баба, я не видел, столько вот они будут себя сдерживать, потому что, потому что им так сказал какой-то, извините за выражение, экономист им, военным, красивым, здоровенным? Следующий момент, давайте посмотрим, а кого вместо Шойгу поставили. Поставили не военного человека, поставили экономиста, который, в принципе, то он, наверное, аудит в системе Министерства обороны Российской Федерации проведет, и он, наверное, доложит все-таки Путину, а что ж там есть на самом деле, какими ресурсами. Он располагает сейчас, сколько украдено и так далее, но это опять-таки камень в огород, огромный камень, в огород Шойгу. А теперь и следующий вопрос, а как кадровые российские военные с генеральскими большими звездами воспринимать гражданского человека, который пришел из ниоткуда, извне в оборонное ведомство. Пришел не просто так, а пришел их сажать. Да, причем это оборонное ведомство, оно на самом деле имеет огромное влияние в Российской Федерации, и военный генералитет это один из столбов вообще Российской Федерации. Поэтому я думаю, что сейчас есть огромное окно возможностей и у экономического блока, я имею в виду российских олигархов, которых тоже пощипали, очень сильно обезжирили. И через санкции, через отбирание имущества, через арест счетов, через все на свете. С одной стороны, с другой стороны и ФСБ, шное направление, которое в принципе сейчас получилось в изгнании, да и военное направление, которому приставили какого-то там аудитора, который пришел там чего-то там раскапывать, гражданский, я помню, человек, который пришел чего-то там раскапывать, находить какие-то вещи, и эти вещи дальше явно они будут куда-то реализовываться. То есть, мы прекрасно понимаем, что есть сейчас огромное окно возможностей для того, чтобы царя отправить просто куда-то там на место памятника, поставить, пусть он там себе стоит. Я не верю, вот вообще, извините, но вообще не верю в честь этих золотопогодников и генералов. Не верю в их гордость, ну вот ту самую гордость, которая царских генералов, офицеров толкала в пьянство и песни под гитару о несправедливости этого мира. Ну и в мятежи, да, против этой самой несправедливости тоже толкал. Я верю в их жадность этих современных. Потому что собака, у которой вы пытаетесь отобрать кусок мяса, в которое она уже впила клыки, она с очень большой вероятностью кинется на вас. И вы, конечно, можете эту собаку пристрелить или там палкой побить, но у собаки тоже есть шанс. И она этот шанс должна интуитивно использовать. И в этой парадигме я, опять же таки, верю в среднее звено путинской вертикали. Вот в этих молодых рьяных полковников, подполковников, в молодую такую путинскую поросль, относительно молодую, конечно же, которая не успела еще обрасти жирком и перенаправить на себя множество потоков, так как это смогли сделать путинские деды-клоновики, то есть пайщики ЗАО России. На этих рассчитывать, увы, не стоит. У них, разворовавших Россию, высасывающих ее, все в порядке. Было, есть и будет. Думаю, вы понимаете, вот опять же, это не так работает. Жел Кавальчик последний ресурс возможности иметь на себя ручеек из Министерства обороны. Это что, единственный ресурс финансовый, административный, бюрократический? Да нет, конечно. Кириенко остался его подопечный в администрации президента, ну и что? Ряд министерства работает, значит, на него, ну и что? Сам Путин с ним сотрудничество, ну и что? Да, конечно, кто-то усиливается, кто-то наоборот понижается, но так длится уже два с половиной десятилетия, понимаете, то один, то другой забегают друг к другу вперед или назад. И честно говоря, за эти годы сколько таких забеганий было, кто-то усиливается, кто-то чуть ослабеет, потом опять и наоборот. Ну да, в каком-то смысле, да, Ковальчук сам взаимодействовал с Министерством обороны. В какой-то степени там это взаимодействие осталось. Там и Тимченко имел отношение к некоторым вопросам. С Тимченко сотрудничал, кстати, Тимур Иванов и так далее. это, понимаете, как, ну, где-то прибыло, где-то убыло, да, ну, тут потерял, там приобрел. Поэтому этот баланс как раз сам Путин и одерживал. Он сам в качестве арбитра выступает, некого балансера такого, который дает, не дает никому слишком сильно подняться или сожрать другого, а дает им возможность всем сосуществовать, передвигая их подоск. Ну, усилился, не усилился. Самый сильный тот, кто имеет постоянную возможность доступа к самому Путину, к непосредственному источнику принятия всех решений. Это Ковальчук не утратил. Поэтому кто-то в министерстве, кого в расход пустили или кого допустили, все это не играет никакой роли. То есть, опять же таки, верным адептам величия путинской России и сторонникам теории, что, о, гляди-ка, царь-то наводит порядочек, бояр плохих сейчас налобное место, а вместо них патриотов слава России поставит. Не, ребят, никто ничего не потерял и не потеряет. Потому что Путин, как истинная крыса, сердцем или каким-то другим органом, он же ж чует, где смерть его зарыта. И смерть эта в его же подельниках. Притом, это не какое-то новое веяние, это его классическое поведение. Путин, он же держатель баланса в российских элитах. В этом секрет их верности. В этом реальный повод его активности. Не в желании что-то исправить. Не в желании что-то сделать для России. Это все второстепенно. Первостепенная задача кремлевского пляшивца это держать баланс между стаями. В итоге я считаю, что это как раз яркое проявление стандартной путинской идеологии подходов по поводу баланса сил. Значит, вот там Пригожин с Шойгу поссорились, наказаны должны быть оба. В конечном итоге. Дальше, поскольку по-видимому Патрушук понимал там, скорее всего, в различных разговорах от Путина, прочувствовал, что, то есть, тот собирается Шойгу прибрать, ему дали зеленый свет, он решил на него дополнительно наехать с этим, с Тимуром Ивановым и так далее, для того, чтобы реализовывать свои интересы. Он вышел тем самым за тоже определенные флажки. Не кардинально, но это, в общем, уже там сорвание сены из избы и нарушение вот этого самого баланса, поэтому вот тебе результат, да, то есть, ты хотел там своего сына премьер-министра, мы его премьер-министром не сделаем, но повышение мы сделаем до поста вице-премьера, но, то есть, не сделаем, но тебя зато самого уберем. И, то есть, опять-таки, вот этот самый баланс сил в конечном итоге не нарушен. Акробат фигов. Типичная азиатская тирания. Кланы подобострастия. Этих приближаем к трону, и главное, что от этих всех телодвижений среднестатистическому же жителю подтопленного Омска или там замерзшего Норильска ни холодно, ни жарко. Ну, то есть, одинаково фигово. Потому что смена имен в правительстве на его жизнь влияет примерно никак. И происходит по принципу более эффективен для страны, делает что-то людей только в каком-то иллюзорном мире. Фигня это все. Должность интересна, но только в рамках потоков и возможности влиять на их распределение. Ну и, конечно, власть. А самая большая власть в России у того, кто ближе к царственному улу. Ну, то есть, не совсем так, да, самая большая власть, понятное дело, у царя. А вот дальше, кто ближе к телу, тот и в дамках. И в данном случае, как бы не хотелось тем же самым патриотам, которые, вот они все мечтали станцевать хоровод вокруг шкуры Шойгу, принесенного в жертву, как был принесен в жертву их лысый кумир, фигушки вам обломятся. Поймите, в системе, которая функционирует при Путине, важны неформальные должности, неформальные полномочия, неформальные компетенции, а как раз неформальные отношения с первым лицом. И это он сохраняет. Он секретарь назначен, Савбеза вместо Патрушева. Патрушев тоже ушел помощником по кораблестроению, в администраторе шел за кораблестроением. Где Патрушев, где кораблестроение. Это не имеет значения, что там написали у него. Может, они даже прикалываются так. Главное, что он сохраняет качество, эксклюзивное качество в окружении, в ближайшем окружении Путина. И тот, и другой, и Патрушев, и Шойго его сохраняют. Доступ к телу, как у нас говорится. В аппарате принято считать. Этот доступ есть. И Шойгу в данном случае это лучший ответ всем тем, кто буквально пару минут назад, когда я говорил о том, что все пертурбации в правительстве никоим образом не влияют на простого россиянина. Я же знаю, делали так, бурчался под нос, ну и слава богу, подальше от начальства, вот и лучше. И ответ этот звучит следующим образом. Система, в которой эффективность государственного менеджера ничто, а личная лояльность царю, все по определению не может быть эффективным. Никогда и нигде, даже если царь гений, идейный и бессеребренник, а уж если царь вор и схемщик, как карты в колоде не тасуй, ничего не выйдет. Никаких народных гуляний по поводу посадки того, кто слава коррупции просадил десятки, если не сотни миллиардов долларов на армию за время своего командования не будет. Ничего ему не будет. Какая тюрьма? То есть, вот, для Путина посадить министра обороны в тюрьму, это значит признать, что все, что до этого происходило, значит, шло не по плану, не так, а он, типа, как главнокомандующий это все прохлопал. Конечно, этого бы никогда не произошло. И еще расскажу, есть базовый российский принцип кадровой политики это принцип номенклатуры. Значит, пока ты не скосячил с точки зрения лояльности, вот, ты можешь что угодно делать, провороваться, ну, тебя передвинут на другую позицию, но тебя не накажут. В этом принцип этой самой обоймы, это залог стабильности элит. Как только там начнутся реальные наказания за какую-то реальную профессиональную некомпетентность, вся эта вертикаль, так называемая, она тут же обсыпется, потому что тогда все будут понимать, это уже каждого можно наказывать. Все, кто сидел, будут сидеть, бюджеты будут кроиться, бабло будет осваиваться, посадят кого-то, наверное, да. Давайте, ребята, вспомним, что происходит с хвостом ящерицы, когда за него хватается какой-то хищник. Ну вот, а потом хвост отрастает снова, а уж российская коррупция по способности к регенерации любому присмыкающемуся фору даст. И когда я говорю ящерица, я имею в виду не какую-то конкретную ящерицу, даже тувинскую, хвост слопает, само присмыкающаяся нет. Безусловно и, конечно, команда Шойгу будет отстранена, причем я еще раз хочу подчеркнуть, но самого Шойгу это в меньшей степени распространится, потому что его никто не собирается там существенно как-то преследовать, а зачем? Да, он по правилам системы находится на уровне, с которого не сажают. Он может попадать в опалу, в какую-то серую зону, уходить в тень, но нет необходимости сажать Шойгу вообще никакой. Это исполнители. Шойгу ключевая фигура, в обойме Путина в его окружении. Нет смысла его расходовать. В современной системе координат те, кто на самом деле определяет то, как будут жить, будут умирать россияне в армии от потопов, от пожаров, проголодь, или им будут кидать какие-то кости. Так вот, те, кто это определяет, они неприкасаемы. Они могут делать все, что угодно. Важно, чтобы вы, те, кто в России это не просто понял, а вот как-то даже прочувствовал, желательно на своей шкуре, как жители городов, замерзавших зимой или затопленных весной, или тех, которые сгорят летом. В принципе, можно это прочувствовать и сейчас, просто во время просмотра этого видео. Вы никто с точки зрения ваших властей. И ваша судьба никого не интересует. Люди, которые непосредственно виноваты в том, что вы умираете как скот на фронте от украинских пул и снарядов или в тылу от катаклизмов, никак не ответят за все преступления против вас, которые они совершили. Никак. Они могут доводить целые отрасли до цугундера, целые службы до деградации, как тот же Патрушев, куривавший спецслужбы. И им за это ничего не будет. ФСБ проспало теракт в Крокусе. Окей, многие считают, что ФСБ этот теракт организовало. Ладно. ФСБ проспало целую серию ликвидаций, к которым СБУ и ГУР никакого отношения, конечно же, не имеет. Кива, татарский, этот, как его, пес смердящий, прилепен. Поезда регулярно сходят с рельс, эшелоны. Ребята, украинские дроны летят не наобум, если что. Эта информация из открытых источников, было несколько публикаций на официальных сайтах, я никаких тайн не выдаю. Операторы дронов имеют совершенно точную информацию, куда должен прилететь лютый. Координаты, точка на самом НПЗ, где эта колонна стоит, даже слабые места на этих колоннах, на какой высоте, все это есть. А взрыв на Транссибе? Федеральная служба есть, а безопасности нет. И как вы думаете, за это Патрушева Путин отодвинул от управления спецслужбами? После каких-то, 13-16? За все эти провалы? Да сейчас! Патрушев слишком много проявил, что вот он хотел продвинуть сына на позицию премьер-министра, и, читай больше, не просто премьер-министра, а преемника Путина. Вот это это уже перебор, да, то есть, это уже, значит, не по чину. Брать, какие бы у них не были там дружеские отношения и так далее, но такого Путин не любит. Это не выход за пределы лояльности, да, то есть, он не проявил нелояльность, да, но он явно забежал впереди батьки и был наказан. Это, кстати, тоже очень, вот, очень важный момент, который нам с вами нельзя пропустить. Не перевод Патрушева в кораблестроители, это мелочь, как Марк Фегин сказал. Нет, ребят, важный момент это движение принцев. Барон Дмитрий фон Патруш Луганский, князь Борис Дековальчук Приозерский. Помните, мы несколько раз говорили о том, что выросли уже те, кто сменит дедов. В идеале, конечно же, свергнет, но, скорее всего, сначала попробует сменить, так сказать, добровольно. Вот эти два орла из двух гнезд, они первые птенцы, они, родившиеся с золотыми ложками в клювах, впитавшие вкус Луи Родерера с материнским молоком, по-моему, не способны на настоящее щелканье зубами на стариков, которые, по большому счету, они же испортили им будущее, начав войну со всем миром. Но, лиха беда начала. А вот менять систему, сторону ее трансформации в династическую, чтобы подтягивались вот эти, так сказать, лица из числа детей, там, мажоров всех, этих миллиардеров, управленцев и владеющих Россией чиновников, а это целый процесс. Он занимает годы, если не десятилетия. Вот сейчас двое, вот сейчас заметные публичные фигуры, если не публичные, Ковальчук, Патрушев, уже один в счет не было, другой вице-премьер. А кто сказал, что Патрушев на каком-то треке через пять лет не может стать, заменить Мишусин и стать премьер-министром? Может? Ну, теоретически, чисто теоретически может, хотя здесь действует анекдот, где сын генерала не может стать маршалом, потому что у маршала свой сын. Понимаете? Поэтому с этой точки зрения могут быть нюансы, но в целом, если твой папа Патрушев и понятно, что тебя там качал на люльке сам Путин, ну, наверное, я уж не знаю, наверное, так сказать, ты не можешь упасть ниже какой-то ватерлинии. Ну, не можешь упасть, ну, невозможно. Так? Поэтому на самом деле это все свидетельствует о том, что идет подготовительный этап трансформации системы к династическому окончательно, но для этого должны появиться и другие дети, этого недостаточно двух человек. Я думаю, они даже решительнее пустятся в это вообще, сейчас как-то осторожнее они пошли по пути более осторожно. Ковальчук, Патрушев, но я думаю, мы увидим, это уже тенденции и других детей, и других отпрысков, которые появятся в течение нескольких лет в составе правительства, в администрации президента, на каких-то должностях параллельных и так далее. О-о-о, я обожаю династические системы в абсолютных монархиях, особенно, когда у царя нет подходящего, такого подходящего, хоть какого-то наследника престола по мужской линии. О-о-о, эти принцы крови, вступающие в борьбу, интриги у трона стареющего правителя, их отцы, двигающие своих наследников. Може, все такое вкусное, все такое средневеково-кроваво-вечное. Есть очень хорошие шансы, что пернатый пигопагус, который завелся на гребе Российской Федерации, на самом деле двумя головами будет символизировать Советский Союз для Черни с талонами, с пропагандой и махровое средневековье для элиты, с казематами и железными масками для неудачливых отпрысков, вот отпрысков тех, которые там, дворянских семей, которые там, помните, эту историю, или, наоборот, с местом у царской опочивальни для удачливых отпрысков. Класс! И все это на фоне новой холодной войны с Западом, на фоне новой гонки вооружений, которую-то и Советский Союз, по большому счету, лишенный всех этих придворных прелестей династической системы времен абсолютизма, не выдержал, не догнал Запад. А уж нынешняя это Россия. Нынешняя Россия продолжает свой торжественный марш по главной улице с оркестром, тамбурмажоретками и маркетантками прямо в пропасть. Тяни носок! Это говорит о чем? О том, что да, гонка вооружений это не ответ, это заявление Москвы на сложившийся пост холодный мир после падения коммунизма и чиновения. Это ее ответ. Мы готовы вовлечься в гонку вооружений и в ней намереваемся, если не победить, то не проиграть. Она обречена, совершенно, эта история, потому что действительно сопоставимые цифры производства, технологии и так далее с западными странами абсолютно не в пользу России. Хотя бы уже потому что Россия производит чуть меньше двух процентов мирового ВВП, а Америку только 20. Я не знаю, как, то есть возможности промышленности совершенно не сопоставимы, индустрии не сопоставимы. И что делать? Вот опять тот же вопрос, что делать россиянам, которые не хотят жить в феодализме, которые не хотят наблюдать снизу за танцами кронпринцев, которые не хотят в Советский Союз? Ребята, рецепт все тот же. Найдите курсы стрельбы, такмеда, первой доврачебной помощи, все это лишним не будет. Научитесь стрелять и купите оружие, тоже лишним не будет. Ищите тех, кто думает так же, понемногу, не педалируя, чтобы не привлекать внимание тех, кто не видит реальных террористов, но видит каждый антивоенный пост в соцсетях. Вы понимаете, о ком я. Создавайте малые сообщества для того, чтобы построить дамбу вокруг вашего села, чтобы утеплить дома перед зимой, защитить свою маленькую ячейку. Путин на самом деле потратил миллиарды на то, чтобы отучить вас объединяться. Пора учиться этому снова. Ну и, конечно, изучайте крипту, чтобы аккуратненько помогать ВСУ. Поверьте, это лучшее, что вы сейчас можете сделать. Это лучшая инвестиция в ваше будущее. Потому что только ВСУ может сделать так, что путинская вертикаль рухнет раньше, чем Россия рухнет, как единое государство или пройдет точку невозврата. Может. ВСУ может, несмотря на объективные факторы, типа преимущества армии оккупантов в живой силе, в количестве техники, в ресурсной базе. Да, мы воюем с серьезным врагом, который учится. Но есть нюанс. Знаете, сейчас мы наблюдаем такой очень интересный разрыв, связанный с чем? Что в тактике, в индивидуальной подготовке те, кто выжил каким-то способом, каким-то способом, они все-таки умеют воевать и умеют воевать достаточно достойно, а не организован. Но проблема в том, что поменять мышление оперативно-стратегического масштаба, для этого нужны серьезные ресурсы, для этого нужно серьезное понимание того, что происходит, и для этого нужно тотальное изменение всей системы и военной подготовки, и, в общем-то, структуры российского государства, которая, по сути своей, не может выродить ничего другого. То есть, если Украина, да, она имеет ограниченность ресурсов, но Украина имеет возможность подпитываемая нашими союзниками, поддерживаемая нашими союзниками, и имеющую широчайшие возможности изучать передовые технологии, виды ведения вооруженной борьбы и так далее, то в России этого нет. Она закостенела в прошлом веке на свою беду, на наше счастье. Поэтому, если бы Украина имела такой потенциал, то и такую ресурсную базу с использованием новейших возможностей, новейших технологий, причем эти новейшие, это очень условное понятие, потому что западное оружие, которое мы воюем, оно, в общем-то, создавалось в период холодной войны, но даже оно показало свое превосходство на сегодняшний день, то, я не знаю, линия фронта была бы где-то уже далеко за Калугой. И тут опять такой гаденький, изродофильский голосок может пронудить что-то про слабых духом партнеров, которые не дают всего в достаточном количестве, про медленный, нерешительный запад меркантильный. Но знаете что? Другого запада, других партнеров у этого мира для нас нет. Поэтому, с учетом всего, о чем мы поговорили, что должны сделать украинцы и все люди доброй воли, поддерживающие Украину по всему миру? Я знаю, что вы нас смотрите по всему миру. Только одно. Простоять, продержаться всего на один день дольше, чем путинская империя. Всего на один день. Сможем? Хотя, что я спрашиваю? Как будто у нас есть другой выход, да? Конечно, сможем. Берегите себя. И до встречи. Ведь нам есть о чем поговорить.